Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Джеймса Дэвиса FIFA 22. Огромное спасибо вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе, ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. В прошлой серии, друзья, мы наконец-таки выиграли Лигу Чемпионов, мы наконец-таки взяли этот трофей, в третьей попытке у Джеймса Дэвиса получилось его выиграть, ну и сделали мы это с Интером, к сожалению или к счастью против нашей бывшей команды Челси, они во второй раз подряд уступили в финале, ну а мы ребята сейчас отправляемся на чемпионат мира, это второй чемпионат мира в карьере Джеймса Дэвиса и в прошлый раз у нашей сборной получилось его даже выиграть. Как будут складываться дела сейчас я не знаю, потому что мы даже не попадаем пока в стартовый состав и у нас группа довольно интересная, здесь Уэльс, Румыния и также французы, на мой взгляд они самые сильные в этой группе, хотя Уэльс и Румыния тоже могут преподнести я думаю какие-то сюрпризы. У нас также был отправлен запрос на трансферы, сейчас мы получаем различные предложения, было уже предложение от Реала и от Наполи, но от них ребята я отказался. Сразу скажу, что в Испанию пока я не планирую перебираться, приходят предложения от Барселоны и от Реала, но честно я бы хотел поиграть наверное в Атлетико Мадрид. Мне эта команда как-то более интересна, также предложение от Реала рассматривают команды, которые и так пока на первом месте постоянно там в чемпионате тоже не очень интересно. Вообще-вообще я хотел бы ребята в чемпионат Германии, но предложение от Баварии, которая кстати говоря заняла по моему второе или третье место в конце сезона, нам не приходит. Приходят лишь два предложения из Германии, это РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд. Дортмунд по-моему не вышли в Лигу чемпионов на следующий сезон, РБ Лейпциг вроде как вышел. Но опять-таки не знаю будут ли эти предложения до конца трансферного окна, когда мы закончим чемпионат мира, это надо будет уже смотреть. Также бывают иногда вообще абсурдные какие-то предложения от Эвертона, от Астон Вилла я видел предложения, но в чемпионат Англии пока я перебираться не хочу, хоть там и были предложения от МЮ, от Ливерпуля, от Манчестер Сити. Я просто уже несколько раз симулировал момент до закрытия трансферного окна, смотрел вообще какие предложения приходят. Ну и чаще всего были предложения от Реала, Наполи, были также предложения по-моему даже от Рена французского. В общем будем смотреть ребята, хочется какого-то развития, а в Испанию я думаю мы всегда успеем, потому что от Реала, от Барселоны предложения частенько приходят в любое трансферное окно. Так что сейчас усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай, берите печеньки, вкусняшки, подписывайтесь на канал, если новенький, прожимайте колокольчик. Также в закрепленном комментарии ребята все самые полезные ссылочки. Мой второй канал по супергероям, моя телега, мой инстаграм, группа ВКонтакте, все это есть в описании, в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на все ребята, мало ли что, там везде смогу с вами выйти на связь и давайте тогда начинать. Игра против Уэльса. Пока что 2-0 наша команда выигрывает, на 62-й минуте выходит Джеймс Дэвис, ну и поможем команде, так скажем, удержать это превосходство. Погнали! Если в интере, ребята, мы были стопроцентным игроком стартового состава, то в сборной тренер особо нас не задействовал и сейчас выделил полчаса для того, чтобы мы могли показать, на что способны. Нам нужно поднабрать рейтинг, нам нужно вновь вернуть доверие тренера и, так скажем, заскочить вновь в стартовый состав сборной. Джеймс Дэвис выкатывает передачу на партнера Рейна, удар по воротам и мимо. Ну вот неплохая была атака. Забыл я показать, конечно, группы чемпионата мира, но это мы сейчас исправим. Мы после этого матча посмотрим, кто там с кем играет. Джеймс Дэвис, попытка дальнего удара. А можно еще разочек. Ну а здесь галкипер спасает. Ну вот хороший удар. Чуть-чуть рейтинг поднабрали. А давайте попробуем нашу домашнюю заготовку из Интера провести сейчас в матче за сборную. Джеймс Дэвис, удар, и снова галкипер тащит. И здесь тоже здорово играют наши защитники. И тут же попытка контратаки. Ну же по флангу заряжай, Джеймс Дэвис. Отлично. Ну а этот пас я не просил. Там надо было разыгрывать с третьим игроком на коротке. Джеймс Дэвис, здорово. Маккенни. Снова пас на Дэвиса. Ну и надо простреливать. А там никто не успел из партнеров выскочить из-за спины. Защитой остается 15 минут. Дальний выстрел Дэвиса. Ух, это было неплохо. Даже камера не успела за мячом. Мы знаем, как Дэвис умеет хлестко бить с дальней дистанции. Но здесь, к сожалению, мяч чуть-чуть выше пошел. Дэвис и пенальти. Ну вот, ребята. Дэвис добивается своего. Можно сказать, его радиоуправляемые мячи частенько находят руки соперника. И здесь смотрим. Ну, прокатился. Прокатился мяч по руке. Тут какие могут быть вопросы. И одиннадцатиметровый. Жаль, конечно, что в сборной нам не дают бить пенальти. Разбег, удар. И 3-0. 3-0, ребята. Джеймс Дэвис заработал одиннадцатиметровый. Его партнер его реализовал за 10 минут до конца. Ну и, можно сказать, это довольно уверенная победа в первом туре чемпионата мира. Да, еще 10 минут играть. Может быть, мы забьем еще. Может быть, пропустим. Но уже в первые 80 минут забить три гола. Это, ребята, весьма неплохо. Это показывает то, что наша сборная настроена играть серьезно. И она настроена в этом году отстаивать свое звание чемпиона мира. 84-я минута. Подача в нашу штрафную. Снова защитники справились. Ну и туда отлично. Ну же, розыгрыш какой. Жаль, конечно, мы не успели на дальнюю штангу. Можно было бы попросить передачу. Но и так неплохо. Матонда поле покидает. Пытается еще в сборной Уэльса что-то придумать. Давайте сильно попробуем на 11-метровую. Удар. И мяч прошел рядом. Но еще один угловой показывает арбитр. И четвертый мяч в воротах. Вот и голевую мы, ребята, оформили. Аккуратненький забросик на дальнюю штангу. Но там даже по центру получилось. И проиграл защитник борьбу. Мне на секунду показалось, что кто-то из наших товарищей по сборной получил травму. Лежал он там штрафной. Но быстро поднялся. И, ребята, 4-0. Джеймс Дэвис. Классно. А вот и 5-0. Вот и 5-0. И еще одна голевая передача. Рейтинг, ребята, поднабираем. И будем надеяться, что тренер это оценит. Ну, здесь уже в конце сборная Уэльса развалилась окончательно. Джеймс Дэвис выдает шикарную передачу. И нужно было только замкнуть ее в пустые ворота. 5-0. Вот так вот первый матч для нашей сборной оказывается сверхрезультативным. Ну, а Уэльс просто разнесли. Как я и обещал, ребята, смотрим на группы. Португалия, Россия, Польша, КНР. Дальше у нас группа Б. Мексика, Англия, Венгрия и Северная Ирландия. Группа С. Нидерланды, Новая Зеландия, Австрия, Греция. Группа Д. Бельгия, Аргентина, Украина, Финляндия. Группа Е. Это как раз таки наша группа. Франция, Румыния, Уэльс, Соединенные Штаты. Группа Ф. Это Канада, Шведы, Испанцы и Чехия. Группа G. Италия, Шотландия, Дания и Австралия. Группа H. Германия, Бразилия, Ирландия, Норвегия. Вот эта группа довольно интересная. Немцы с бразильцами, я думаю, зададут жару. Сейчас, ребята, у нас игра против сборной Франции. Мы еще не игрок стартового состава, поэтому будем смотреть. Но радует то, что французы с румынами сыграли 1-1. Ну, не 1-1, они сыграли в ничью. И у нас есть шанс сейчас с ними побороться. Пока что мы уступаем. Нас выпускают снова на 62-й минуте. Ну и, ребята, поехали. Снова тренер дает нам полчаса. Полчаса для того, чтобы помочь сборной Соединенных Штатов хотя бы сыграть ничью с французами. Я думаю, ничья в этой встрече для нас будет весьма неплохим результатом. Но это, конечно, при учете, если Румыния не выиграет. Тогда у нас с ними будет равенство. Но пока, как мы видим, сборная Франции идет вперед. Это Мбаппе. Аккуратная подача. Здесь справляются футболисты нашей сборной. Мы переводим мяч в центр. И теперь нужно набирать обороты. Дэвис. Как цепку в него отнимают мяч. Потому что сборная Франции это довольно серьезный соперник. И мы это помним по прошлым матчам с ними. Еще один прострел. Снова на выно. А здесь Джеймс Дэвис выигрывает вверх. Отлично. Ну а вот теперь нужно бежать уже в контратаку. Догонит партнер. Нет, он отыгрывается на галкипера. А вот здесь, ребята, нужно организовывать прессинг. Домбеле. Передача на Мбаппе. Он уже на углу нашей штрафной. Еще одна подача. И снова отбились. Классно. Ну же, надо бить, ребята. 1-1. Пока мы уводили защитника, наши партнеры здорово разыграли. За 15 минут до конца мы сравниваем счет. Ну и вот казалось, что сборная Франции поддавливает. Создает моменты все чаще на левом фланге. Но в итоге забивают наши партнеры. По атаке. И ребята 1-1. Хоппи. Классно выстрелил. Не дотянулся галкипер. Ну и мы прикрывали Тео Эрнандеса, который не мог перекрыть этот удар. Классная передача на Дэвиса. Дэвис. Заскочил в штрафную. Джеймс Дэвис разворачивается. Прострел в центр. Удар. И мяч в сетке. 2-1. Ребята, Джеймс Дэвис помогает сборной Соединенных Штатов. Робинсон. 33-й номер. Выводит сборную США вперед. Было там небольшое нарушение. Возможно, французы ждали, что арбитер остановит встречу. Но нет. Джеймс Дэвис. Классно. Разбирается с оппонентом. Ну а тут есть вопросы к вратарю. Руки салфеточки, как говорят. Когда галкипер не может нормально отбить мяч руками. Ну и здесь Робинсон не прощает. 2-1. Выход Джеймса Дэвиса снова переворачивает. Ход матча. Набирает скорость по правому флангу. Простреливает. Отбились наши защитники. Джеймс Дэвис чуть-чуть проскользил. И в итоге не добрался до мяча. Снова сборная Франции в атаке. А здесь офсайд у Поля Погба. Эрнандес. Передача в центр. Поле Погба. Его уже слопали. Его никто не встречает. Мбаппе простреливает. Мяч вынесли. А теперь нужно уже нам вступать в игру. Здорово. Отрезали сразу трех футболистов сборной Франции. Передача на Джеймса Дэвиса. И вот здесь я хотел в центр дать передачу. Иногда вот пасы не проходят. Ну что, арбитр, пора свистеть. Ну и все. Все, ребята. Вырываем победу. И в итоге у нас шесть очков в группе. Сейчас посмотрим, как сыграл Уэльс и Румыния. А Румыния, ребята, выиграла. Вот о чем я и говорил. Что если бы мы сыграли в ничью за сборной Франции, то мы бы с ними сравнялись. По четыре очка бы было. Ну а так шестью мы пока лидируем. И как раз сейчас у нас, ребята, борьба за выход. Но, по сути, мы-то уже вышли с шестью очками. Это если, конечно, Румыния сейчас. Но она все равно даже выиграет у нас. У нее будет, получается, семь. У нас шесть. Французы нас не догонят. То есть, по факту, Франция может остаться вообще без продолжения чемпионата мира. Если сейчас мы выигрываем, там все будет зависеть, наверное, от разницы забитых пропущенных. Раз она с Румынией сыграла в ничью. И она также с ней сравняется при победе над Уэльсом. У них будет по четыре очка. И неизвестно, кто там выйдет. В общем, давайте сыграем. Мы снова выходим на 61-й минуте. Пока что счет равный 0-0. И поехали. У нас еще и Пулешич красную получил. FIFA не перестает удивлять. Вот после матча есть заставки из раздевалки. И у нас сейчас на матчах сборной присутствовал тренер Интера. Были также спортивные сумки с эмблемой Интера. Хотя у нас, ребята, сборная Соединенных Штатов. Ну вот, FIFA не меняется даже в таких мелочах. У нас 61-я минута. Пошла подача. Галкипер играет кулаками. Ну а здесь он успел встать. И Джеймс Дэвис не добрался до мяча первым. Джеймс Дэвис. Подкруточка слева. И дотягивается голкипер. Ну а теперь уже нам нужно додавливать, ребята. Пас на Дэвиса. Да, отсюда можно в дальний с правой. И снова вратарь. Ну вот такие удары, как в Интере, пока за сборную не проходят. Маккенни поле покидает. Нам нужно забивать, поскольку мы, ребята, в меньшинстве. Показало, что Пулешич-то удален. Удален. Хотя вот 10-й номер бегает. Ну опять какие-то баги. В общем, понятно. Пулешича никто не удалил. Хотя в статистике писал. Ну, мы это замечали еще на старте карьеры. Было такое. Здесь снова опасный момент. Джеймс Дэвис. Удар по воротам. Первый заблокирован. Еще один. Ух ты! И не попал Дэвис. Ему не дали пробить. 72-я минута, но здесь же был офсайт. Арбитр молчит. И повезло, что мы смогли вот так вот выйти из-под прессинга. А передача на Джеймса Дэвиса не проходит. Опасная передача. Пяточка. И выход 1-1. Голкипер спасает коленями, просто отбивая этот мяч. Еще один опасный выход сборной Румынии. 85-я минута. Они залетают в нашу штрафную. Удар по воротам. Голкипер спасает. Игра идет на встречных курсах. Такое ощущение, что вот-вот и кто-то забьет. Но пока, ребята, нули на табло. Голкипер. Вот и у наших ворот появился очень опасный момент, когда мяч чуть ли не заскочил сам по себе в ворота. И снова Дэвис. ПТА сокачнует соперника. Румыния идет, возможно, в одну из последних атак. У нас уже 90-я минута. Передача на правый фланг. Нашим защитникам сейчас нужно поаккуратнее действовать. Хорошо. Это ничья. Прибавляет нам в копилку 1 очко. У нас становится 7. У Румынии 5. И как бы ни сыграла сборная Франции, она, ребята, вылетает. Итак, друзья, у нас прошла сборная Португалии, сборная Польши. Россия вылетает. Далее. Мексика, Англия. Они проходят дальше. Новой Зеландии и Нидерланды. Бельгия, Аргентина. Украина тоже, как и Россия, занимает третью строчку. Финны тоже вылетают. Мы с румынами проходим дальше. Канада, Испания. На удивление, Канада первое место заняла. Италия, Шотландия. Германия, Бразилия. Вот такие вот команды прошли в 1 восьмую. Сейчас у нас, ребята, 1 восьмая, и мы попали на сборную Испании. Давайте посмотрим вообще на пары. Здесь англичане прошли Португалию. Аргентина обыграла Нидерланды. Италия, Бразилия. Мексика, Польша. Бельгия, Новая Зеландия. Канада, Румыния. И Германия, Шотландия. Вот так вот выглядят стартовые составы. Мы выходим играть сегодня на Астрие. Ну и, ребята, поехали. Перед этим матчем, кстати говоря, она начала делать предложение одна из интересных команд. Но я не знаю, дойдет ли ее предложение в итоге до нас. Если дойдет, то я думаю, мы можем туда перейти. Я уже сегодня говорил про этот клуб. И что хотел бы там поиграть. Возможно, ребята, мы там сможем как раз таки поиграть. И хорошо, что сейчас у нас получилось завоевать место в стартовом составе. У нас будет хорошая форма. Ну и плюс все 90 минут, а то, может быть, и больше в матче со сборной Испании. Там много хороших молодых ребят, так что я думаю, эта игра должна быть интересной. За мяч никто не зацепился. Сборная Испании идет в атаку. И пробить не дали. Передача на Джеймса Дэвиса. Неплохо. И вот здесь я хотел за спину прокинуть на партнера. Но этот пас не получился. Ну, слушайте, пока середина первого тайма. Игра такая. Я бы не сказал, что супер какая-то острая и напряженная. Больше похоже, знаете, как будто футболисты только проснулись в обеих командах. И пока не готовы идти вперед. Но вот сейчас что-то может получиться. Сборная Испании неплохо раскатывает. Но на месте наш галкипер. И вот здесь передача на Дэвиса тоже не получилась. Еще один пас. Сборная Испании в атаке. Снова наш вратарь в порядке. Это моя, наверное, была ошибка. Так разыгрывать нельзя. Еще один навес. Штанга. Ребята, нам повезло. Джеймс Дэвис. Смещается сейчас через центр. Дэвис. Хороший пас. Ну же, Пулешич. 1-0. Вот так вот, ребята. Не забиваешь ты. Забивает тебе. И старая связка Челси напоминает о себе в одной восьмой чемпионата мира. Джеймс Дэвис. И Пулешич. Ну, красиво. И Пулешич успел пробить. И просто никаких шансов у галкипера. Это, ребята, 36-я минута. 1-0. И снова Джеймс Дэвис получил по ногам. А вот сейчас очень даже неплохо. Дэвис. Мяч под левой. Дэвис бьет и не попадает. Арбитр добавил одну минуту. Но, как обычно, эта одна минута длится слишком долго. И он даст еще и угловой разыграть. Дело пахнет жареным, ребята. Пошла подача. Ну и давайте просто на отбой сыграем. Конец первых 45 минут. У нас пока, ребята, никаких замен нет. Мы впереди 1-0. Ну и вот эти вот, знаете, добавленные минуты в конце таймов, они всегда, когда начинают затягиваться, кажется, что начинают работать скрипты фифы. И арбитр всячески хочет, чтобы соперник отыгрался. Но посмотрим. Посмотрим, что будет сейчас. Сборная Испании снова начинает забирать мяч себе под контроль. Морена. Он как раз только вышел. И заработал угловой до своей команды. 51-я минута. Ждем забегания партнера. Подача на дальнюю штангу. И там, к сожалению, никого не оказалось. Но что еще оставалось? Нужно было подавать. Опасная передача. И снова вратарь. Вратарь, ребята, сегодня хорош. Удар поворотом. Рикошет. И еще угловой. Но уже, ребята, в пользу нашей команды. Джеймс Дэвис получил по ногам. Ну же, Рейна. А пробей в дальней. Это могло бы быть гораздо опаснее. Ну вот и Робинсон поле покидает. Выходит Дест вместо него. Удар поворотом. Снова голкипер спасает. Здесь уже ни о каком пенальти речи бы и не шло. Был прямой удар поворотом. Удар Дэвиса. Спокоен голкипер. Опасный пас на правый фланг. Совершенно один в центре игрок сборной Испании. И снова голкипер. Ребята, какие-то чудеса просто происходят. Но нет. Рано или поздно это должно было закончиться. Сборная Испании сравнивает счет на 74-й минуте. И делает это Родри. Жаль, конечно, жаль, что с первым ударом справился голкипер. И вроде он поднялся. Уже встал в ворота. Но здесь потерял он ближний угол. И Родри послал мяч именно туда. Это Пулешич. Главное сейчас мяч не потерять. Хороший заброс Пулешича. Удар поворотом. И гол, ребята. Галешничек залетает. Вот это да. Мне кажется, здесь проморгала оборона сборной Испании этот момент. Но как попал. Я не знаю, кто там был на правом фланге. Канон. Просто шикарный выстрел. И тут же. Тут же 2-1. Две минуты добавил главный арбитр. Сборная Испании что-то еще пытается придумать. Но здесь оффсайд. И кажется, ребята, на этом все. Здесь еще замены. И они сами подтягивают время. Ну и пора свистеть, арбитр. Пора свистеть. Джеймс Дэвис. Все. Мы выходим в четверть финал чемпионата мира. Будем ждать, ребята, предложения от интересных клубов. И увидимся с вами уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Поддержите обязательно его своим лайком. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик. Вступайте в группу ВКонтакте. В Телегу. В Инстаграм. Везде подписывайтесь, ребята. Чтобы быть в курсе новых каких-то событий и новостей. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok